Сетевизор 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 Может быть, правильно я понимаю, что если мы рассматриваем, как вот мы до программы здесь немножко уже начали обсуждение, прям не терпелось нам поговорить об этом, что если, очень, может быть, грубо скажу, существует некий формат в виде религии, в виде какого-то учения, в виде какого-то, может быть, даже поклонения, то есть некая основная теорема, которая существует, есть ее некое доказательство, и есть некая территория, ареал, площадь, или мифический, или не мифический, там, условно говоря, место, где крестился Иисус Христос, например, да, то есть есть что-то то, что должно доказать это существование, или это некая высшая точка развития вот этого формата. Правильно ли я понимаю, что Шамбала и для буддизма это что-то такое особенное? – Ну, Шамбала – это, в первую очередь, образ из тибетского буддизма, он конкретно связан с текстами Калачакры, о которых, я думаю, мы чуть-чуть попозже поговорим. Я думаю, что все-таки сначала, вот, вы сейчас, когда давали, так сказать, некую характеристику буддизма, вы дали несколько разных аспектов, которые, в первую очередь, касаются буддизма как религии. А я хочу подчеркнуть, если позволите, что буддизм совершенно необязательно рассматривать как религию. И это момент очень важный. То есть, ну, знаете, есть законы Мерфи, да, всё, что может испортиться, вот, испортится, всё, что не может испортиться, испортится тоже. Применительно к истории религии закон Мерфи выглядит примерно таким образом. Всякая высокая философская религия, которая может скатиться в примитивное язычество, туда скатывается в народной среде. Всякая высокая философская религия, которая не может скатиться в примитивное язычество, туда тоже скатывается. Поэтому давайте будем очень чётко различать. Буддизм в той форме, в которой он существует, например, в современной Бурятии. Я, к сожалению, с ним знакома достаточно близко. И это, к сожалению, зрелище крайне печальное в целом. Потому что это действительно, в общем-то, некая форма такого вот язычества в стиле XXI века с поклонением нетленному телу Итигелова, которая реально, в общем, нетленная. Да, сидит он там, правда. Вот. И это люди, которые к духовной практике имеют меньше отношения, чем тигры к Антарктиде. То есть у них висят дома изображения богов. Они им молятся, как, в общем, любым богам любых религий, неважно, каким, ожидая неких материальных благ. О духовной практике не думают, о пути духовного развития не думают. В крайнем случае, вы меня простите за резкость, как попугаи повторяют мантры. То есть это желание, а не состояние? Это желание, чтобы мне, любимому, было хорошо, и чтобы брюхо у меня было набито потуже. И я, чтобы особо об этом не думал. Вот. Поэтому, понимаете, это есть, это реалия нашей культуры конца XX-XXI века. Нельзя говорить, что этого нету, да? Но это вульгарный буддизм как религия. И то, что я знаю, например, о Калмыкии, где я была, там дело гораздо серьёзнее и лучше. И там действительно буддизм немножко ближе к, именно вот в народной среде, гораздо ближе уже к тому, о чём, собственно, говорил сам Будда. Понимаете, для меня, как для культуролога, нету правильного и неправильного, да? Для меня есть... Тогда должно быть стремление к чему-то? Ну, понимаете, у кого должно быть стремление? У меня лично, да, у меня оно есть. Вот вы говорите, там плохо, здесь лучше. А для сравнения понять, а где тогда норма, или где тот самый абсолютный ноль, где вот сходится всё? Я не знаю, где абсолютный ноль. Я в данном случае, сказать, для меня плохо и лучше – это моё субъективное восприятие, и я ни в коем случае здесь на объективности не настаиваю. Я говорю, что есть такое явление, есть такое явление. Значит, давайте всё-таки разберёмся, что такое буддизм. Потому что, когда я читаю цикл лекций по буддизму, да даже, собственно, и на каких-то своих других лекциях что-то буддистское упоминаю, да, я всегда задаю в аудиторию дурацкий вопрос. Поскольку я его задаю в аудитории на лекции, а не на зачёте, вот, то можно как бы смело ошибаться, да? Как я говорю, не бойтесь ошибиться, бойтесь промолчать. Что является целью буддиста? Ну, целью буддизма, насколько я знаю, является твоя задача прийти к тому состоянию, когда ты становишься просветлённым. Вот, чушь собачья. Хорошо. Двойка. Есть двойка. Нет, понимаете, не двойка, потому что они на экзамене. Я уже сказала, не бойтесь ошибиться. Причём, заметьте, вы произнесли слово целью буддизма. Я же задала другой вопрос. Вы не ответили на мой вопрос. Я спросила, что является целью буддиста. Это разные вещи. То есть целью буддизма, как философской системы, глобальной целью, как коммунизм был целью советского общества, действительно является некое просветление в мировом масштабе. Но только я на минуточку замечу, что с точки зрения буддистских философских текстов, оно возможно дать... Даже не в течение нашей кальпы, то есть мирового периода, а где-то в таком отдалённом будущем, что я вас уверяю, что коммунизм обещали, даже когда поняли, что в 80-м году его не будет, его всё равно обещали в более близкое время. То есть я на троечку потянул почти, я просто не услышал окончания. А буддиста тогда какая-то цель? Вот. А что является целью буддиста? Очень простая у него цель. Цель, которую обозначил Будда в своей первой проповеди, это цель освобождения от страданий. То есть конкретная буддистская практика... Просто освобождение от страданий. Ну, она... Это, знаете, это так же просто, как человеку вылечиться от врождённой болезни. Просто освобождение от страданий, насколько я понимаю, что одно дело, когда я знаю, что у меня что-то болит, и я пытаюсь просто от этого избавиться. Другое дело, когда я знаю, почему болит, а почему оно пришло, причинное, так сказать, да, и тогда я понимаю, от чего лечить, например, да? Да, совершенно верно. А когда я не знаю, я могу ошибиться. Совершенно верно. Вот тут и начинаются всевозможные сложности. Потому что лечить надо не болезнь, а её причину. Иначе вы можете сделать с болезнью то, что делает наша медицина. То есть перевод болезни из острого состояния в хроническое. Когда наша медицина достигает этой цели, она очень довольна. То есть буддист – это такой своеобразный врач? Сам себе, а в некоторых случаях ещё и окружающим. То есть буддистская практика построена на очень простой вещи. На понимании того, что причина нашего страдания заключается в нашем восприятии мира. То есть трем разным людям наступили в автобусе на ногу. Один человек думал о каких-то серьёзных вещах, он этого не заметил. Он не страдает. Второму человеку наступили на ногу. Он человек воспитанный, культурный. Ему больно от того, что ему наступили на ногу. Но он промолчал. Третьему человеку наступили на ногу. Он разорался на весь автобус. И, как это сказать, весь автобус получил приятное развлечение на всё время стояния в пробке. Да. Между тем, ситуация была абсолютно идентична. То есть состояние этих трёх людей и последствия, произошедшие от того, что им наступили на ногу, определяются только их восприятием. Так вот, соответственно, буддистская практика мучает, как быть первым человеком. То есть в крайнем случае вторым. Потому что от того, что, так сказать, тебя наступили на ногу и ты разорался, ты, понятно, сделал, так сказать, хуже себя. Но я позволю себе здесь такой вопрос про первого человека, который занят более серьёзными делами. Но это же не означает, что если он будет находиться, условно говоря, в какой-то ситуации, ему оттяпают ногу, он этого не заметит. Он это заметит. Но будет ли от этого ему лучше или хуже, зависит только от него. Потому что, вы знаете, вот тут вы попали, я знаю, что, так сказать, нечаянно, но вы попали в десятку. В один аспект очень личный для меня, потому что ваша покорная слуга, помимо, так сказать, всей научной работы и преподавательской, в первую очередь, является ещё немножко писателем. Вот. И как раз сейчас просто я работаю над одной из глав книги, где герою, мужчине в самом расцвете сил, разведчику, в сложных жизненных обстоятельствах, вынуждена отнять ногу в полевых условиях. Причём он потом проживает очень... Шамбала, я чувствую. Вот. Шамбала там нету, это прямо наоборот, это чистое среди семьи. Совпадительно. Но тем не менее. И дальше он проживает ещё порядка 60 лет. И вот как жить взрослому, сильному мужчине, привыкший ходить без ноги? И он всю свою бешеную энергию, энергии там много, он её бросает в то, что он начинает заниматься переписыванием книг. И в итоге один человек на много веков, так сказать, организует культурный подъём своей страны. Потому что вот со всей этой энергией он там много что переписал. И вот появляется слово «энергия», появляется слово, которое ещё не прозвучало, потому что сейчас так всё красиво звучит, замечательно, а есть же ещё физиология, появляется слово «нервы», появляется нервная система. Когда кто-то действительно, даже он может, на мой взгляд, не думать о чём-то серьёзном, но у него просто так установлена нервная система, но наступили, наступили, бог с ним. Да? Нет, вот тут категорически нет. Нервная система тренируется. Ваша покорная слуга. Отработав тему нечувствительности к холоду, то есть вот я хожу с голыми ногами. В любое время, в любом месте, при любой погоде. Когда я была с выставкой «Моих кимоно зимой» в Оренбурге, там было до минус 30. Вот. Я ходила в туфлях на босу ногу. Причём больше того, когда я выходила вечером из музея, была безумно устала. У меня были 6-7 часов непрерывной работы. То есть вот я в состоянии, что называется, язык на плечах. Я иду, то есть на мне зимние туфли, вот, пальчишко. Холода вы не чувствуете? Я не чувствую холода. Я отключила себе чувствительность холода. Вплоть до минус 30. Бедные оренбуржцы на меня смотрели с тихим ужасом. Если бы я подхватила воспаление лёгких, то их картина мира была бы восстановлена. Они не злые люди. Но просто их картина мира, вот, просто была мной безжалостно разбита, вот, вот, как мечом в витрину. Ну, вот, вот. А сейчас, позвольте, я просто договорю. А сейчас, отработав, так сказать, тему холода, я сейчас отрабатываю тему, наоборот, высокой температуры. То есть, как говорится, если вы видите, что если я снимаю кипящий чайник с плиты, голой рукой, так сказать, наливаю там себе чашечки, да, не пытайтесь повторить, сделано профессионалом. То есть, это именно ситуация, когда мне необходимо довести свои физиологические реакции до нечувствительности к боли. Ну, у меня белок такой же, как у всех нормальных людей, при 40 градусах он сворачивается, наверное. Но, то есть, я не пробовала, но, как бы, я в это искренне верю. Но, тем не менее, вот, так сказать, там, как не довести до особо горячей температуры ручку, как это сделать половче и как это перехватить, вот я это делаю. Но возникает вопрос, зачем? Вот, зачем? Видите? Красивая трость, да? Да. Думаете, аксессуар, да? Думаете, вот эти вот рожки замечательные. Кстати, сейчас год козы. Вот, это вот у нас горный баран. Горный баран – совершенно замечательная зверюшка. Она взбирается на абсолютно ответственные кручи. Она умещается там, где ни одно нормальное существо не может уместиться. Но она всего лишь зверюшка. Вот, зверюшка, да. Но она такой прекрасный символ. Вот, понимаете, когда вот ваша покорная слуга стоит на сцене, там, 5 на 5 метров, да, в январе, там, читает лекцию, там, как правило, по Японии. Реум необычные лекции на наших японских выставках, по нашим кимоно. Отсюда кимоно? Ну, наоборот. Наоборот кимоно? Сначала кимоно, отсюда лекции и выставки. Вот, и, соответственно, у вашей покорной слуги случается посреди сцены, посреди лекции падение давления. Я понимаю, что я сейчас упаду в обморок. Вот я за него ухвачусь. Вы успеваете это понять? Я успеваю. А чего ради? Я с чайником-то возякуюсь. Понимаете? То есть мне конкретно, вот у меня ситуация, я человек, инвалид с рождения. Вот, я человек, у которого, так сказать, огромные проблемы со здоровьем. Наша медицина, я не буду, нет, я не буду говорить, что и как со мной делала наша медицина. Скажу только, что вреда от неё было больше, чем пользы. И в какой-то момент я категорически просто... То есть вы не пользуетесь сейчас медицинским? Ну, в глобальном смысле. Да, в общем, да. Ну, скажи, пожалуйста, просто... Так вот, просто позвольте, я договорю. То есть моя ситуация предельно проста. Мне необходимо иметь силы, чтобы работать, чтобы зарабатывать на семью. И, соответственно, я должна быть постоянно в форме. Я должна читать лекции, я должна ездить с выставками, потому что... Не только потому, что мне это нравится, а просто потому, что это форма моего заработка. Я не могу, как все нормальные люди, ходить на работу не потому, что я какая-то особенная, потому что я больная. Просто я физически не в состоянии выдерживать режим нормального человека. Вот. Следовательно, я должна зарабатывать. Когда мой организм говорит, что он отказывается работать, я должна сказать себе «встань и иди». Я не могу себе позволить сойти с дистанции. И поэтому для меня буддистская практика конкретно – это способ физически выживания, потому что у моей семьи, кроме меня, никого нет. То есть для буддизма, условно говоря, это некий включатель-выключатель? Если угодно, да. Но, понимаете, мой случай – это случай достаточно жесткий, потому что у меня за плечами более 20 лет практики. Ну, хорошо. Просто, чтобы мы... У нас не так много времени, как вы понимаете, а мы должны много еще обсудить и добраться до шамбалы, до этой сказочной шамбалы. Еще один вопрос по буддизму, и от него мы, я думаю, уже перейдем к этому слову, скажу так. И поймем, что такое шамбала тогда, что такое шамбала сегодня, что такое шамбала, может быть, будет завтра. Скажите, пожалуйста, вот не секрет, что буддизмом увлекаются многие. Кто-то увлекается с точки зрения внешнего, некой внешней атрибутики, может быть, не особо погружаясь в саму суть. Кто-то действительно серьезно и, на мой взгляд, соблюдают какие-то... По крайней мере, внешне видно, что человек каким-то образом в этом мире существует. Вы сказали, что это может быть и религией, и состоянием. Это может быть просто состоянием, и может не быть религией. Скажите, пожалуйста, а почему человек, у которого есть голова, руки, ноги, и есть его собственное тело, и есть он сам, зачем ему нужно включать и выключать, для того, чтобы включать и выключать с себя буддизм? Почему он не может это делать сам, сам по себе? Вы знаете, может. Вы знаете, тут очень забавная штука. Дело в том, что есть такой современный термин, применительно к современному буддизму, то есть конца 20 века, с 90-х годов 20 века это явление у нас зафиксировано в больших количествах. Этот термин называется самопосвящение. То есть человек никаких книг по буддизму не читал или читал, но мало. Но в силу своих духовных потребностей он выходит на то, что называется буддистской практикой. Значит, давайте ещё раз просто дадим чёткое определение, что такое буддистская практика. Это контроль своего сознания, который позволяет человеку освобождаться от страданий. Вот что такое буддистская практика. Заметьте, что он при этом может быть любой религии на свой вкус. Ну и, наверное, он должен это делать только тогда, когда страдания присутствуют в её организме. А на самом деле нет. Я вот как раз привела мои примеры, которые говорят о том, что чтобы, так сказать, в ситуации критической твой контроль сознания сработал, его необходимо поддерживать ежедневно. Тренировать. Да, тренировать. Ежедневная тренировка наша, всё в любой области, чем бы мы с вами ни занимались. То есть, вот это вот то, что называется буддистская практика. Собственно, в какой ситуации мы выходим на необходимость буддистской практики? В ситуации агрессивной внешней среды. В Тибете, знаете, нам какую-нибудь картину Рериха поэффектнее, поконтрастнее, так, чтобы контраст был пожаще. Да, сейчас помогут. Нам сейчас что-нибудь такое дадут. Вот, ну, вот тоже очень хорошо, там как раз у нас Майтрею показывают. Да, вот, прекрасно. Значит, вот в этих вот прекрасных горах, на минуточку, в Северном Тибете, весной, суточные перепады температуры 40 градусов. От минус 20 ночи до плюс 20 дней. Вы понимаете, что жить в таких приятных условиях, это, так сказать, с агрессивностью внешней среды всё в порядке. Я молчу про их там давление, кислород. Вот, в общем, короче говоря, выживают только настоящие буддисты. Вот. Ну, я сейчас, конечно, немножко шучу, но тем не менее. И в этой ситуации развивается буддизм, который в огромной степени построен именно на медитации, то есть на состоянии контроля сознания при отключении разума. То есть ты контролируешь свои чувства, более тонкие состояния эмоциональные, но при этом твой разум свободен. Он отправлен на заслуженный отдых. На время. На время, на время. Потом всё нормально включается. А кто же следит тогда за всем этим, пока мой разум отсутствует? Сам, сам, сам. Я приведу очень простой пример. Вот представим себе наш московский парк, да? Не московский тоже можно. Вот, вот там бордёрчик, да? Вот возьмите, пройдите по бордёрчику. Без проблем. Прекрасно. А теперь возьмите, закройте глазки и ещё раз пройдитесь по этому бордёрчику. Ну, это вы сделаете медленнее, это вы сделаете не так ловко, но вы это сделаете, вы с этого бордёрчика не упадёте. То есть вы хотите сказать, что в этот момент как бы голова отключена? Голова, значит, отключён именно разум. То есть почему вы не падаете с этого бордёрчика? Что при этом думает? Думают ваши ступни. Память действий. Память действий. И, кстати, правильная память, это одна из составляющих восьмеричного пути, который есть, собственно говоря, основа основ буддизма. Понимаете? То есть именно по... То есть то, что я называю чувством равновесия. Помнить о тех действиях, которые ведут тебя по пути, вот, спокойному, равновесному и так далее. По пути к счастью? Ну, назовём это путём отсутствия страданий. Вот таким вот образом. Но не факт, что к счастью. Понимаете? А счастье... Знаете, счастье – штука очень субъективная. Мне с этим довело столкнуться, потому что счастье – это не то, в чём мы живём, а то, как мы это оцениваем. И когда на творческого человека наваливается работа со всех сторон, он в этот момент будет говорить слова, которые в прямом эфире я произносить не рискну, но которые всем нам хорошо известны. То есть его способен ли... А потом, когда всё это пройдёт, когда он скажет «Уф!» и ещё много других интересных междометий, и оглянется на этот период просто вот безумной совершенно мясорубки, он поймёт, как он тогда был счастлив. То есть он в тот момент вряд ли способен... Это очень субъективно. Способен ли он то состояние рефлексировать как счастье? Это прям теория относительности. Да. А буддизм весь построен на теории относительности. Так вот, позвольте мне всё-таки по поводу практик, договорить. Значит, так вот, в Тибете очень жёсткие, агрессивные географические условия. Вот. В нашем с вами дорогом мегаполисе. С географией всё в порядке, с годовыми перепадами температуры лучше, чем в Тибете с суточными. Но у нас агрессия совершенно другого рода. И чтобы банально выжить в московском метро в час пик, если человек вынужден им пользоваться в это время, каков его вариант. Посмотрите, ведь сколько там... Ну, я там редко бываю по понятным причинам, но бываю же всё-таки. Каждый раз смотришь, сколько там особенно молодых людей, которые не только с наушниками, которые там кино смотрят. Или ещё что-то. То есть они, как я это люблю называть, принимают боевую стойку черепахи. Что делает черепаха в случае опасности? Она втягивается в себя. И вот такой человек, будучи в московском метро в час пик, он при этом этому кошмару не поддаётся. Он закрыт от него. А черепаха – один из древнейших буддистских образов, именно способность не пускать внешние страдания в себя. Ну, ножки-то, лапки и голова-то торчит. Ну, так когда она втянулась, то всё. Тук-тук, то там никого нет дома. Тогда скажите мне, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что Шамбала – это то место, где вот эти вот все замечательные, прекрасные люди, которые умеют чувствовать, даже не знаю, даже не чувствовать, а умеют быть отключёнными и включёнными тогда, когда это нужно, что это и есть вот та самая Шамбала для этих людей. И тот, кто в эту страну найдёт, попадёт, причём это не нужно делать обязательно, вот поехать взять билет и полететь, и я теперь на территории Шамбала, да? А просто ощущать себя в некой стране, где есть ещё какие-то такие же, как я, и это вот и есть состояние, ну, если не территориальное, то какое-то такое… Духовное – да. Духовное – да. Но, вы знаете, вот я… Конечно, каждый судит сам по себе, это есть такое, очень серьёзно есть, поэтому я скажу так, что я знаю довольно многих буддистов, кто, в общем-то, не особо ищет общество себе подобных. Я довольно давно отошла от, так сказать, вот массовых скоплений наших… Ну, это любой человек, вы знаете, который любит отдохнуть где-нибудь, только бы не было людей рядом. Нет, ну, людей-то вокруг полным-полно. То есть, понимаете, вот как-то тут я в данном случае не показатель, потому что для меня моя практика – это путь строго индивидуальный, то есть я готова делиться её результатами, но я не ищу как бы общество тех, кто меня здесь, так сказать, мои там взгляды вот непосредственно и практически будет разделять. То есть некоторые представители буддизма… И таких довольно много. Это не эгоистично. А это не эгоизм. Почему? Эгоизм был бы, если бы я не делилась своими наработками. Это был бы эгоизм. А это, понимаете, ну это черепаха, ну вот втянулась она вся в себя. Ну вот… Ну, когда рядом тоже черепахи, на временном он стянет. Ну вот лежат две черепахи рядом, ну нет между ними акта коммуникации. Ну давайте всё-таки поймём, что такое Шамбала. Понятно, мы немножко поговорили сейчас о буддистской даже практике, я там чего-то попытался сказать на 20+, но тем не менее. Слово Шамбала, оно известно даже, может быть, кому-то больше, чем вот то, о чём мы сейчас говорили. Это что? Действительно некая прекрасная страна, это некое духовное туда насостояние. Значит, это текст, значит, это описание… Как переводится, кстати? Кстати, я не помню, самое смешное. Значит, это понятие, которое взято из текстов калачакры. Значит, вот давайте теперь немножко о калачакре. Да, значит, слово калачакра. Во-первых, к тем чакрам, которые в теле человека, о которых больше говорят, чем знают, отношений не имеет. Слово чакра, давайте нам калачакру в любом варианте. Значит, слово чакра буквально в переводе означает круг. Круг. Да. Вот. Это у нас мандала калачакра. Айдам калачакры будет? Нет? Я не помню, будет он, не будет. Вот. Сейчас посмотрим. Может быть, и будет. Значит, круг чего? Кала – время. То есть, это круг времени. Значит, а нет, у нас только мандалы калачакры. Ну, ладно, пусть будет. Круг времени. Значит, ближайшее проявление калачакры в нашей культуре. Мы… Так, а это у нас… А, вот у нас калачакра. Вот прекрасные дам калачакры. Персонифицированное выражение. Всё прекрасно. Только не надо думать, что реальные буддисты верят вот в таких вот пышно-раскрашенных богов. Это рисунки. Это рисунок, не более чем образ, который необходим для концентрации сознания при определённой настройке. Понимаете? То есть, не надо думать, что буддисты верят, что где-то вот имеется такой многорукий, многоголовый бог, да, руки все разных цветов, на каждой руке каждый палец своего цвета, супруга у него жёлтенькая. Всё прекрасно. То есть, важнее… Нет, здесь просто конкретно такой образ нужен для строго определённой настройки вашего сознания. Да. Вот. Вот для чего нужны такого рода изображения. Но это действительно персонификация образа калачакры в качестве идама, то есть объекта медитации. Так вот, значит, учение калачакры проявляется для начала в виде 60-летних циклов. То есть, когда мы говорим, что сейчас год овцы, это, между прочим, и есть одно из проявлений учения калачакры. Причём, более того, в общем-то, наступление эпохи Шамбалы, о необходимости которого так долго говорили Рерихи, оно должно быть связано с тем, что калачакра придёт в западную культуру. И то, что в нашу культуру, как минимум, вошла самая-самая внешняя, самая-самая формальная часть калачакры, но, тем не менее, она уже прочно вошла, это для, так сказать, буддистов очень такой хороший знак. А что имеется в виду, что вошло? 60-летние циклы животных и методов. То есть, мы немножко в них поверим, остальные? Знаете, мы в них, ну как в них верить, да? Мы о них знаем. Мы о них знаем. А знание – это уже… Это первый шаг. Это ничтожный малый шаг, но, тем не менее, это первый шаг. Так вот, значит, калачакра на внешнем уровне, это так и называется внешняя калачакра, это астрономическая и астрологическая система. Насколько работает тибетская астрология, думаю, что работает, хотя я сама с ней непосредственно не сталкивалась, ни как исследователь, ни, так сказать, как адепт. Вот. Внутренняя калачакра – это тибетская медицина. Это учение о человеческом организме, это определение диагноза по пульсу и так далее. Значит, когда это настоящий мастер, это действительно всё работает, вот, и я просто знаю людей, которым реально такие врачи помогают. Самому надо такого врача дойти, всё некогда. Ну, уже не сложная штука. Так вот, и, наконец, есть то, что, ну, скажем так, можно назвать там сложный вариант перевода, ну, пусть будет вариант не очень удачный, иная калачакра. То есть это, собственно, учение о духовном контроле, конкретных формах духовного контроля, конкретных формах медитации. Опять же, что такое медитация? Это в советских книгах по буддизму переводится как правильное размышление. Это ничего общего, медитация с размышлением не имеет. Размышление направо, медитация налево – это абсолютно противоположная вещь. То есть медитация – это именно состояние такой духовной работы, когда свой разум ты отключаешь, и у тебя действуют механизмы эмоций, более глубокие, то, что я приводила пример с бордюрчиком. Я вот тут хочу, нет, что-то так пришло в голову, конечно, не совсем может быть в тему, но коль мы отключаем голову, отключаем ум, то это безумное состояние. Ну, это в данном случае игра слова. Нет, я имею в виду игра слова, я не вкладываю это в некую ненормальность, но это безумное, то есть некое другое. Да, безусловно. Значит, то, что говорилось, по-моему, Джуан Цзи – доверять уму, отпуская его. То есть, опять же, приведу простой пример, простой близкий. Вы идёте в метро в час пик, да, вот тут у нас недалеко метро Октябрьское, переход там был знатный, на то, чтобы его преодолеть, нужно было примерно минут 10 в час пик. Вот. Вы знаете, что вас ждёт эта мясорубочка, и вы заранее настраиваете себя так на какое-то, вот знаете, состояние такое, полудрёма мысли о хорошем, да? Вот. То есть, это медитация. Вы не поверите, но это и есть вполне себе буддистская медитация. Хотя вы не осознаёте себя буддистом, не сидите в позе лотоса, не теребите чутки и не повторяйте, как попугаю, мани подмыху. То есть, самый лучший буддист, он не должен сидеть в позе лотоса, он должен, сразу тут же отключился и всё. Вы знаете, ну, это самый лучший. На самом деле, что касается всех сидений в позе лотоса и так далее, значит, тут принцип очень простой, причём вот любопытно, что я сейчас с этим сталкиваюсь на примере одной христианки, недавно, так сказать, принявшей христианство. Но поскольку у меня-то опыт очень большой, то есть у меня он приближается к знаковому рубежу 25 лет, а у неё всё это первые годы, то просто вот очень любопытно наблюдать путь молодого вот человека, идущего по духовному пути. То, что это духовный путь другой религии, мне при моём, так сказать, стаже в буддизме уже должно быть безразлично, и мне это, ну, по-хорошему безразлично. То есть я как бы, меня это действительно не волнует, вот первый пример с наступлением на ногу. Так вот, для неё неукоснительное посещение храма еженедельно, исключение даже не болезнь, а, извините, риск заразить окружающих, то есть вирусная болезнь, вот это единственная причина, которая за все эти годы может ей помешать посетить храм. Встаёт в воскресенье, каждый воскресенье, так миленько. Вот. Жёсткое соблюдение постов. И ещё целый ряд формальных предписаний, да. То есть человек на этапе первых пяти лет духовной практики. То, что духовная практика в другой религии, это её личное дело. На этом этапе, говоря по-буддийски, винае, винае и ещё раз винае. То есть монашеская дисциплина. Ну, в данном случае она не монашеская, вот, но, так сказать, дисциплина. И атрибутика. Почему? И дисциплина, и атрибутика. И каждое, вот, вот не сметь пропустить, да, не съесть мясо в пятницу, ни при каких обстоятельствах исключить мясной бульончик в пятницу, не дай Боже, никаким образом, да. Почему это важно? Потому что ещё нужно тренировать сознание, и вот то самое глубинное чувство, которое не от разума идёт. Пока на начальном этапе. Это должно идти от разума. На этапе после десяти лет уже, если ты вынужден опираться на дисциплину, то, прости, чем ты эти десять лет занимался, а на этапе после двадцати-двадцати пяти лет... Поза лотоса не нужна. То есть, если тебе, чтобы сосредоточиться, нужна поза лотоса, то вы меня простите за научный термин, но какого хрена ты потратил эти двадцать лет? Ой, как хорошо, что я это понял. Так, это, да, это теперь понятно. То есть, это просто разные этапы. И поэтому я позволю себе сказать, что для меня, для моей духовной практики, именно то, что я на этапе за двадцать лет в практике совершенно спокойно реагирую на то, что человек принимает другую религию, религию, которую я сама никогда не приму, потому что я, в принципе, не верю ни в Бога Творца, и не могу поверить в это. И в божественную помощь я ещё меньше верю. Вот. Ещё меньше я верю в спасение. В христианском плане, то есть, ну, я не детский христиан. Так вот, но при этом я абсолютно доброжелательно отношусь к тому, что человек видит для себя здесь путь, свой духовный путь, и я помогаю идти по этому пути, не чувствуя ни малейшего дискомфорта. Вот это для меня знак того, что я со своего бордюрчика не сваливаюсь. Прозвучала одна фраза. Хочу сразу предупредить, у нас минут двенадцать осталось всего лишь, поэтому про Шамбала нам надо всё-таки добить. Вот. Хотя, может быть, эта часть... Начинали говорить про Шамбала, поговорим про что-то, на мой взгляд, может быть, более... У нас ещё Шамбалинская война и Рерихи. Об этом стоит поговорить. Сейчас. Скажите, прозвучала фраза «безразлично». Вот это очень интересно, я здесь зацеплюсь. Если действительно через десять лет, условно говоря, вот эти все дисциплинарные вещи, все эти самобичевания, ну, такое условное, да, они снимаются, и ты понимаешь, что ты в любую минуту можешь быть безумным, в хорошем смысле этого слова. Отпускать ум? Да, отпускать ум, и всё то, что происходит с другими людьми, в какой-то степени это не приносит тебе ни добра, ни счастья, ничего, а ты просто, опять же, в хорошем смысле безразлично делаешь так, как надо. Да. И никакое сердце, никакого, я там, ну, то есть, некого человеческого чувства по отношению к тому, кто нуждается вот в этой помощи, нет. Это всё делается с холодным, кстати, с отсутствием безразума, но с неким каким-то холодным безразличием. Со спокойным. Понимаете, почему оно холодное? Холодное – это там, где холодное, там и горячее. Комнатная температура. Принцип зеркала, которое всё отражает, но ничего не хранит. Это действительно один из важнейших принципов буддизма. То есть, ты скользишь по миру. Понимаете, значит, не надо представлять, в принципе, среднестатистического буддиста как эгоиста. Я принадлежу к Махаэне, то есть, к Великой Колеснице. То есть, я человек, который даёт обет Бодхичитты. Что это такое? Это сознание того, что для моего личного духовного пути необходимо помогать людям избавляться от страданий. То есть, вот то, что я вот прямо сейчас непосредственно здесь делаю, да, это я за ваш счёт решаю задачи своего личного духовного роста. То есть, вы корыстная. Да. Но моя корысть не омрачённая. Она не эгоистична. Она альтруистична. Корысть не бывает. 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 В данном случае, поскольку она строится на альтруистических целях, то она... Ну хорошо. Давайте, у нас совсем мало времени осталось. Основные пункты тут я вас вставляю. Давайте про Шамбалу. И если необходимо нам что-то с фотографиями. Да. Ну, нам, собственно, нужен Николай Константинович Рерих, потому что благодаря ему, именно благодаря ему, благодаря Центральной Азианской экспедиции, слово Шамбала вошло в нашу культуру, представления о Шамбале вошли. И, вот, собственно, можно... Я попрошу дать Тханку Шамбалы, которая моя картина. Вот у нас Николай Константинович сейчас. А что вы попросите ещё раз? Тханка Шамбалы, которая из Майтреи, которая моя. Ну, она так и подписана, как Тханка Шамбалы. У нас тут целый список просто хотела нашим зрителям ввести. Вот, её уже дали. Вот, значит, собственно, вот это то, что делала ваша покорная слуга. Значит, это воссоздание той буддийской иконы, с которой они прошли через всю Центральную Азиатскую экспедицию. И, собственно, что здесь изображается? Изображается Майтрея, будущий Будда, который находится в очень странной стране. С одной стороны, эта страна, вы видите, она имеет вполне земной пейзаж. А с другой стороны, перед его троном находится пруд, тщиньки такой, где праведники рождаются из цветка лотоса. Это символ рождения в так называемой чистой земле, где воплощается дух, но он не связан с физическим телом. Вот. То есть это как бы и земля, и не совсем земля. Одновременно. Вот. То, что это Майтрея, а не Будда Шакьямуни, доказывается. Ну, собственно, вот тут ссылочки на сайт, где всё это можно посмотреть. То есть это ваша покорная слуга в своё время переводила книгу Юрия Николаевича Рериха «Тибетская живопись». Я тогда работала в музее Рериха, и, значит, я дописала продолжение «Буддистская живопись» в собрании Международного центра Рерихов. Ну, и вот эта вещь там тоже имеется. Но вернёмся. То есть это некие такие чистые люди. Значит, это... Нет. Дело в том, что, когда у нас имеется образ рождения из цветка лотоса, то это рождение без физического тела. То есть дух перевоплощается. Мы знаем, что вся индийская культура и буддистская, как в данном случае часть её, верит в переселение душ. То есть переселение души происходит. Но душа в нематериальном мире, ну, то есть в тонкоматериальном мире, обретает некий облик, да, сознание есть, а вот физического тела и физиологического акта рождения нету. Поэтому тут и изображается рождение из цветка лотоса. Вот. Это то, с чем они прошли через всю экспедицию. И Николай Константинович Рерих оставил тексты, многочисленные, связанные с Шамбалой. И, в частности, вот в его тексте «Шамбала сияющая» текст построен в форме диалога между главным героем и ламой, где лама говорит, по-моему, главный герой говорит, что «Мне кажется, что в своих пророчествах о Шамбале ты говоришь о Майтрея». И лама отвечает очень интересную вещь. «Если для тебя Ригден Джапо, владыка Шамбала, который поведет войска на битву, и благословенный Майтрея одно и то же, пусть будет так. Я этого не говорил». В высшей степени показательная фраза. То есть, в сознании людей начало XX века, когда весь мир потрясен Октябрьской революцией. Октябрьская революция, как любая революция, была явлением страшным, но она была неизбежным откликом на гораздо более страшные стартовые условия. Мы плохо учили в школе определение революционной ситуации по Ленину, а между тем там пять пунктов, из которых наличие партии, последней, самый последний. Причина там совершенно другая. И, в общем-то, Октябрьская революция была в том или ином виде явлением неизбежным. И когда она произошла, весь мир это всколыхнуло, в частности, это всколыхнуло Азию, в частности, это всколыхнуло Монголию, где тогда были Рерихи. И образ той войны, которую Ригден Джапо, владыка Шамбала, поведет против каких-то там неверных, этот образ для тогдашней Монголии был очень-очень значим, о чем Рерих пишет с художественностью писателя и точностью этнографа. И поэтому ощущение, что эпоха Шамбала пришла как именно очень мощный всплеск социального движения и очень мощный всплеск духовного движения, потому что на начальных этапах советской власти, и не только советской власти, речь идет о Монголии, это был как раз очень хороший всплеск буддизма, связанный с очень светлыми именами, и это имя и Агвана Дарджиева, и это имя Бидии Дандаруна из наших. – Ну, Шамбала – это нечто выдуманное, сейчас я вот говорю, то есть есть буддизм, есть Шамбала. – Знаете, ну как страна в Гималаях, ну, я говорю, мы с вами начали с гугль-карт, да? – Да. – То есть это, понимаете, что значит выдуманное? – Для объяснения, для понимания, для облегчения вот всего того, что можно рассказывать, ну, условно говоря, часами, а можно просто сказать, что вот есть некий такой способ, на котором мы вам быстренько объясним. Некая страна, некий хороший дух, все тут-то-то-то-то, и вот тут зарождается некая система. – Скажем так, ну вы хотите от меня, чтобы я произнесла слово «выдумка», а я не хочу произносить это слово, потому что когда мы произносим слово «выдумка», то мы подразумеваем некий целенаправленный акт выдумывания, да, пусть из благих целей, но обман. Поэтому мне бы, точнее, было бы здесь сказать о слове, ну, скажем так, некое переживание. То есть когда мы не лжем, как сознательно во имя благих или неблагих целей, но мы ощущаем, что вот такая вот страна духа высокого есть, и это действительно является неким духовным ориентиром. – Если её убрать, вот её нет? – Ну, понимаете, для кого-то это будет. – Математически просто. – Ну да, я понимаю, я сама с этого начала. – Ведь ум-то мы можем убрать, почему мы не можем убрать шамбу? – Можем, можем. Это зависит от подготовленности каждого из тех, кто будет это воспринимать. То есть для кого-то это может быть катастрофой. Вот смотрите, вот сейчас у нас картина Рериха, очень любопытная из серии «Красный всадник», где, слава богу, у нас обычные вполне себе люди, да, у костров. И вот вам, пожалуйста, там, где не может быть отплеском никакого костра, вот тень «Красного всадника», который скачет. И вот он. На этой самой, даже не тени, а вот он таким призраком скачет, вот он виден на тёмной палатке. – Вот, кстати, очень хорошо тоже слово, видите, как вы так слово скажете, я сразу за него хватаюсь. Духи и призраки. – Да. – Это же разные вещи? – Ну, разные. – Какая-то тайна? – Вы знаете, я преподаю мировую мифологию по своей основной специальности, и я вам по этому поводу процитирую Шекспира, да, есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам, вот, то есть, вы понимаете, я вам скажу так, вот просто как человек, который всё-таки, собственно, профессор это за мифологию получил, что 90%, может быть, даже 95% того, на чём строится мифология, объясняется посредством науки психологии, сейчас у нас нет времени на то, чтобы говорить, как именно работают эти механизмы. Вот, 95%. А вот что делать с остальными 5%? Я не знаю. – Тем более, что тот самый ум, который вы предлагаете научиться человеку непросветлённому, пардон, пытаться научиться отключать, да, для этого есть вот те способы, о которых мы говорили, тоже изучен, говорят, процент на 2, Толик. – Верю, верю. – Ну что ж, я думаю, что это некий такой первый, может быть, разговор из цикла, потому что тут много ещё мы не поговорили и про Рерихов, мы не вспомнили Блаватскую, мы не вспомнили, ну, скажем, людей, да, которые стояли у истоков этого понимания того, о чём мы сегодня говорили. – И мы, кстати, не сказали ни слова о первом документально известном самопосвящении в буддизм в русской культуре, а это был Фёдор Иванович Чучев, вполне себе нормальный православный человек. – Вот, и ничего не нужно было делать особенного для этого, кроме себя. – Да, но просто я хочу сказать, что вот когда ваша покорная слуга последний раз читала у себя в институте курс по буддизму, то я просто первые две лекции, двухчасовые лекции, две штуки, то есть четыре часа, я объясняла студентам основы буддистской философии, и я практически не цитировала Будду, а у меня 90% примеров были, это стихи Тётчева и стихи Мадельштама. Вот, желающие могут взять и почитать сами, в качестве, так сказать, домашней работы. – Ну и давайте мы сейчас по ходу нашего разговора, пока мы с вами общались, у нас было запущено голосование, ну и как мы его сегодня, то есть наши все зрители его видели и голосовали. Что же такое Шамбала? Мы предложили три разных варианта. Реальная страна, состояние души и вымысел. Поговорили мы о стране, поговорили мы о вымысле, и вы, я так понимаю, все-таки останавливаете, ну не то, что останавливаете, вы знаете об этом, что это состояние души, да? Так, правильно? – Ну для меня, да. – Давайте посмотрим, как разложились наши голосова. Состояние души – 50%, вымысел – 32,5%. Видите, как много людей считают, что это некая сказка, может быть, даже и благородная, и приятная. Ну и реальная страна, кстати, есть люди, которые верят… – Путешественники. – 17,5%. – Ну прекрасно, пусть, так сказать, едут в Тибет и ищут, по крайней мере, полезное для… много для чего поездка. – Мы должны сделать резюме, я вас прошу его сделать коротким, чтобы как бы понимать, что же такое Шамбала сегодня для тех людей, которые смотрят нас и, может быть, чуть-чуть сейчас, что называется, не просто окунулись, а пальчиком подошли, в море попробовали, тёплое оно или холодное. – Ну, во-первых, Шамбала – это образ, который является одним из чрезвычайно значимых для культуры, восточной, для культуры Центрально-Азиатской начала XX века. – Так. – Образ, который в качестве некого, так сказать, светоча был принесён в русскую культуру Рерихами, и в этом качестве был плодом многих спекуляций в 90-е годы. Вот, а для буддиста Шамбала в качестве, так сказать, некого материального объекта… Да, но ещё, конечно, Шамбала мы там не говорили о всяких там путешественниках, которые искали там где-то, да, там на Кунлуни в Китае искали, ещё где-то искали. То есть для некоторых Шамбала – это вот та самая реальная страна, которую надо, значит, пойти… – А для буддиста? – А для буддиста – это, безусловно, стремление к состоянию духа, этого спокойного. Кстати, владыка Шамбала держит в руках зеркало то, что мы говорили о состоянии буддистского духа, который отражает окружающий мир, но не хранит. То есть это состояние гармонии, это состояние равновесного отношения к миру, вот, в котором, собственно, поскольку Шамбала – образ альтруистский, и это образ страны, которая принесёт некие блага в мир, да, то есть вот благодаря этому состоянию зеркала, состоянию гармонии человек способен не отвечать агрессии на агрессию внешнего мира и, наоборот, нести нечто гармонизирующее в этот мир. – Понятно. – Но хорошо подготовленный человек может по этому поводу, говоря таким не очень хорошим словом, не париться. – Да. – Да, если он хорошо подготовлен. – Да, не раздражаться. – Не раздражаться. Ну что ж, на самом деле, как ни странно, вывод, имею право, я не профессор, имею право сделать такой вывод, уважаемости зрителей, а действительно, может быть, попробовать немножко не раздражаться, не нервничать, не будоражить себя, а попытаться каким-то образом по-другому взглянуть, взгляд со стороны. То есть для этого, как я понимаю, свой ум нужно перенести в некую другую, в другое место на некоторое время, а потом вернется, все будет потом нормально. По крайней мере, я думаю, что те люди, которые нас смотрели в нашу сегодняшнюю программу, а гость ей была Александра Леонидовна Баркова, кандидат филологических наук, профессор и заведующий кафедрой культурологии института УНИК, владелец коллекции «Тысяча и одно кимоно», может быть, и заинтересовались некими вашими выводами, рассказом вашим и в миру, что называется, будущих буддистов прибавится. Ведь это ваша задача? Вы знаете, нет, это не моя задача, потому что из Далай-Лама в своих книгах пишет о том, что он не ставит цели обращать людей в буддизм, он ставит цель, как он, будучи буддистским гуманистом, может помогать людям освобождаться от страданий. Если они этого хотят, потому что многие люди любят страдания. Да, и вот им надо объяснить, на самом деле, странная вещь, что лучше быть здоровым, чем больным. В это многим трудно поверить, но... Это так. Спасибо. Спасибо большое. Это программа «Это любопытно». OnlineTV.ru. Мы работаем по вещательной технологии «Сетивизор». Это первое интерактивное телевидение. Счастливо! До свидания. Продолжение следует...